здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас прекрасный гость наши гости все хороши но не так часто на заслуженные артисты россии находятся да еще солист шоу-группы доктор в многих вообще коллективов мы выяснили что и чуть ли не балалайщ ником мог стать человек это высокое звучание не каждому дома играть на балалайке тимур михалыч миронов здесь нас гостях здравствуйте в михом драсьте здрасьте никого мог подумать что целый доктор ватсона вы доктор ватсон такой уже коллектив с историю иных уж нет отеда лечена тем не менее а мы тут вот вспоминали до передачи когда-то в 90-х тоже брал интервью как-то такое время было какой-то огромное столько всяких переживаний эмоций и вы появились таким жанром до который необычный за время появился так он за вами укрепился и вот сейчас в принципе никто этим жанром ты больше особо не пользуются вот да то что вы смогли сделать такой вот как избранная да папури такой глобально да в принципе на же зерез до срез музыки средства согласен но для того чтобы это все состоялось должны стоять люди вы же пришли туда не с первого дня с первого с первого раз как вообще все начиналось а почему доктору давайте хорошо в 1985 году отъехали в вокально-инструментальном жанре в котором я состоял вио ровесники так и исполняли песни про когда такой был за да конечно попробуй на него подпиши вот стал ник некоторые такая сказать как сказать этот жанр стал потихонечку куда-то в небытие уходили и вновь продолжается уже михал средь горбачев да этот сухой закон ведь может с этим связано не знаю то что так уж и и мы значит жора меконов витя и 2 витя это мы работали в разных коллективах верные друзья ну вот ровесники ну потому что пою сердца еще был сам как вы так все а мы все время общались между собой на гастролях там и так далее подругали друг другу до принципе давно уже знаю я же узнал вообще но не работали вместе нет нет жары тем более я низкий волк и жора низкие два низких в одном коллективе не сочетать надо еще два высоте до или 2 или прибавить два высоте до или три и четыре женских да да тоже хорошо были тогда даже такие коллективы ну и вот и жора бом и и витя там камаша он сказал можете такое сотворим я верну давай что такое а у нас еще был приятель музыкальный руководитель цветов ансамбля помню какой-то саша слезунов которая сидел со мной практически за одной партии в училище он тогда они создали свой цветы вот и значит он был мы с ним что-то переговорили он говорит давайте вам песни напишу так я говорю ну давай напиши ну тогда не за деньги же не за бабки сиделось просто а дружбы и он писал на песне доктор ватсон доктор ватсон довольно не мысли мыслей доктор ватсон пора бы стать мудрее и там как раз получилось что на каждый куплет четыре человека 1 по 2 3 4 так логично все гармонически все получилось и после этого мы вышли сразу же на телевидение нас сняли утренняя почта несколько раз мы снимались потом еще какие-то программы были и вдруг понеслось понеслось да а назывались мы сюрприз не доктор ватни доктор вот потом были еще оригинальные песни там ремонт и так далее тоже снимались и мы уехали на фестиваль в польшу так в белосток города и там на большом там два грунтовой стадион большой был но там как сказать было и со всех стран практически а мы русские вы специали только одни ну единственная лекции советского союза да и конферансе начал долго говорить какую-то речь вот это т.п. рок-рок-поп там и так и потом говорит доктор ватсон то есть по песни потому что они знали эту песню даже там ну там даже слушали за это отель калифорния да типа да и ну и мы выходим доктор ватсон а потом думаю в конце ну нормально так все приняли нас получили лауреатство свое подумала почему нет типа такое интересное тем более мы тогда выходили в черных плащах черных шляпах и в темных очках да такой стиль был стилистический такой яркий да да ну и решили думал а давай назовем так же тем более кино еще был и ким до сих пор кстати да и мы новый шерлок и мы кстати этот какой познакомились с актерами очень хорошо да то есть с ними даже несколько у нас концерт совместных было даже так да и поломеном из года и потом понеслось начали работать со невестки по отделению потом мы с хазановым работали года два-три стадионы это же все такие актеры и описцы которые собирали ну и конечно участие во всех возможных музыкальных проектов телевизионных да 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 и очень много мы потом начали ездить по миру то есть я вчера вот приблизительно а подсчитывал страны то у меня получилось где-то 30 31 где-то вот так потому что некоторых мы были много раз 8 в сша мы были там раз 15 там очень много русских живет но тут же проблема до знаком плюс в том что вы выбрали этот жанр хранита произнот написали вам песню да потом писали бы вторую там глядишь ну мог могло и не состояться например но и разошлись бы признать коллективы расходятся у нас если взять артистов via оказывается этот пил маленьким там а теперь суперзвезды все народные а все в разных были рада а вы выбрали жанр такой совершенно необычным который позволял вот он из шлягеров состоял как груди да но это же смысл был в этом кто это придумал сначала мы пели вот эти оригинальные песни и все-таки мы несколько раз пробовали современные версии жил-то был черный кот за углом и как-то ненавидел весь дом думаю это же так интересно это чуть-чуть немножечко да потом значит ведь еще какую-то песню берем которая более близко по жанру и начинаем его склеивать склеивать да потом песню петь черный кот 3 куплет скучно так что если ты сделаешь пять песен сразу то это пять ударов про зал который любит это который любит это который любит это и который даже вот и вот это тоже вот это называется диджейство да 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 и мало того музыка мелодия решила выпустить диск так тогда же еще не было вот этих компактных диск большого шутер и мы выпустим виниловый виниловый надо было с этим взять нельзя неважно было две пластинки одна была с этими с композициями а другая была с минусовками песен до большая тоже и в центре ставил был список слова это был первый караоке у нас в ссср вот видите вот интересно вот то есть получается что вы по пред восхитили всю эту историю типа да я просто помню что всегда появление доктора вата но сначала было в отдельных этих программах потом взятное появление в программах особенно даже там идет не хватало ретро вот это дуб вы же еще начали до появления всяких проектов старые песни да ну да вот конечно задолго да это то есть все самое лучшее выбрать то есть это такая эксплуатация в хорошем смысле ретро и то что важно например сейчас что из песни которые поются всегда да не важно когда они даже спеты и никто уже будет не помнит автор а все равно поеда но я хотел бы вернуться нас к вашему непосредственному кем вы-то планировали быть и папа с мамой кем вас планировали сделать мой папа он профессор химик работал государственный суд горно-химического сырья вот здесь вот в люберцах люберцах вот мальчики планировал наверное что сын-то пойдет я пошел сначала в школу вот в третью который сейчас сломали знаете около пола была такая начальная но в четвертом классе у нас стал работать дом культуры так это с колоннами такой красивый он тогда был кстати построен в эти годы может быть 61 60 и вот этому и папа меня повел туда на класс балалайки я пришел чему профессор решил вас провести на класс балалайки он играл на был мне он тогда еще не был профессор но это не он кандидатом на ухо тем не менее он каждый вечер играл на на аккордеоне чтобы семейный был да и никто его не слушал кашу это было мучительно у него слуха не было я теперь понимаю правда но это было ужасно на аккордеон вас не повел не повел потому что я не мог уже слушать вельтмейстер был знаете вельтмейстер хороших он повел меня туда и после того как мне прослушали там голос там еще что-то слух там педагог вот который возглавлял балалайшную секцию отвел папу горит вам не сюда нужно вам нужно ехать в москву в хоровое училище к свежим у меня там приятель есть я вам значит то есть мальчик поет мальчик поет да а четвертый класс в училище с первого класса начинаю но ничего не важно на следующий день мы поехали в училище и меня директор юрий михал чуланов такой он начал меня значит распевать там что-то этот этот это и помогать пойдемте мальчик и повел меня прямо в класс посадил на парту горит будете здесь сидеть обалдел честно говорю не ожидал а вы даже не предполагали что абсолютно нет ну как но я пел как все а у меня голос был чуть звонки вот я помню у меня было такое чувство что я могу петь сколько угодно по громкости вот у меня не было предела до и вот неважно и после этого через буквально через месяца два и я там стал ну там проходить какие-то сольфежи гармония кстати за что у меня был педагог по гармонии сольфежио геннадий игоревич глотков тот сам позитор который потом написала бременский музыкант и и так далее человек чудесный во-первых модный у него каждый день были новые ботинки я помню значит в яркая внешность и такой был добрый человек вот единственно которому сказать тимур ну чё ж ты вы не выучил задача то вот это по дороге я говорю вчера гости были ну ладно живите в 4 вместо 2 до места для примера ночам и я стал носит там и да и меня сделали солистом я уже солист это солист уже солист и уже аэратория на страже мира сергей прокофьева я уже пел с серийной архиповой с оркестром радио и телевидения уже несколько номеров я пел отдельно вот здесь мы сейчас ставим точку мы делаем паузу да это важно пережить хорошо выход маля это уже еще маленький же мальчик или уже сняла мальчику мальчику сколько в пятом классе пятом классе ирина архипова весь народные несколько концертов в колонном зале мы выступали в этом зале чайковского и записали большой же в пластинку большую и до сих пор в интернете можно платы ли на творческая с у меня длинная делаем паузу делаем паузу напомню что нас гостях тимур михайлович миронов заслуженный артист россии дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог заслуженный артист россии тимур михайлович миронов солист шоу-группы доктор ватсон которая на самом деле должна была называться напомните как сюрприз сюрприз но оказалось что для сюрприза сюрпризом стал доктор воду но мы в финале первой части и начали с тимуром михайловичем узнавать что тот случай когда мальчик запил кто-то увидел услышал и предложил и он приехал москву не просто запил стал солистом восстать там не темные вам не делали солистом же наверно плохо относятся нет там знаете какая там вот в первый раз я почувствовал что значит такая мальчишеская зависть есть потому что там старшие ребята мы там в интернате жили а потому что я в любит уже далеко же от москвы на при добре она и когда был разговор как бы я прослушал один девятиклассник другому говорит вот говорить тимур у него все уже у есть пластинка есть и все чего ему дальше делать в жизни он уже все до чего зло достиг он уже джон леннон я ничего не понимаю такой случайности был но при этом я так понимаю что вы много работали потому что вы же учились а чё и работал ничего не работа просто пил да просто пил вот дайте к этому концерту первое выступление да я вспоминаю выступление знаменитого хора детского всесоюзного радио телевидения она обязательно везде было комсомольское собрание обязательно пионеров обязательно на съезде партии обязательно на любом концерте обязательно и дети же были такие любимые прямо звезды были которые до сих пор все помнят вот эти все песни от ребенок поющий на сцене это вас получается эксплуатировали снины архиповой и какие у вас были ощущения что вы поете со звездой никого не знаете чем дело я хочу сказать что у нас какого позиционировали как все-таки профессионалов то отличие от хора детского детского да там сапога по поводу там все таки школа была отдельно у нас все вместе учились вас учили на пиво и вообще наш руководитель юрий михайлович вот говорил что вот это все вот эти песенки дешевые вот эти да это не для нас вас классика классика в основном поэтому хотя получилось так что первый состав веселых ребят состоял на девять десятых из наших ребят а это была трагедия а а вы почему не попали в него а я был еще маленький а трагедия почему потому что для руководителя который говорит что вот этот джаз презренны вот это вот что этот и вдруг у нас четыре человека в одном ансамбле 4 отступник да еще кстати афиши по всей москве были вот первый же один из первых ансамбле веселые ребят там же не казанцев лёша пузырёв тому тут дурандин там и так далее но потом через веселых ребята прошли все даже сама албайсона там да она же работа она кстати знаете у меня в витебске это тоже первый басист и жора мумиконов с ней работал тоже узнать что они говорят это трудяга просто такая которых нет никогда он не видел она доставала этих музыкантов знаете как то что там музыканты надо она заставляла репетировать вот до малейшей это покинули тонкости она конечно великая женщина и великий музыкант вот правда но я соглашусь причем потому что конечно ну и поэтому она и звезда конечно да да кстати очень важный такой вопрос немножко выпадет что я еще хочу немножко про кулинарию с вами поговорить было было такое дело да вот есть человек который прекрасно поет профессионально закончил какой-то там отделением есть человек который может быть и не заканчивала но как так судьба свела вот один звезда другой не звезда обычно на этот вопрос сразу отвечают ну там кого-то мы не берем историю с женитьбы с дорогими любовниками и так далее то есть оба имеют равные таскать возможность на один становится звездой а другой вот вроде как просто ремесленник может быть это связано с тем что человек не может без сцены жить и он там себя чувствует лучше чем жизнь дело в том что многие люди которые не могут жить без сцены они так и в известности и тогда что дальше нету согласитесь особенно актеры театров да да допустим может вообще все время играть церестепенные роли но жить в театром и любить его и тогда ну видимо тут стечение обстоятельств не талант и случай какой-то да и какие-то знакомства может быть какая-то удачная роль может который был ей или ему подошла и вот он выстрелил и потом уже на этом но не каждый же держится вот смотрите до роваться он казалось бы я же помню это время тогда было много таких коллективов я имею ввиду пока не по вашему вот уже принципу начали ну фринал там такая была группа апельсин было при балтийских друзей вот то есть бы были попытка тем более с приходом горбачёва немножко же все расслабились можно было одеться как-то можно было выпендриваться то что для главное на эстраде да то что главное на эстраде но выпендриваться красиво профессионально вот но спели бы доктор ватсон бы до оставилось бы название сюрприз и ну как-то бы растворились или бы разошлись по другим коллективом ну да кто-то может быть бы там выбился в солисты а вы продержались в общем то очень долгое время и не просто продержались а я помню эти костюмы но даже программы стены у вас бы была какая-то программа сумасшедшие там пять четыре пять часов и и делали мы у нас было вообще мы практически каждый год делали кино ватсон так называемый из кино это все время было в этом в россии в зале и там было на мы столько приглашали различных еще артистов и столько наградили композиторов поэтов и режиссера фильмов это ну может быть человек 30 40 но это серьезно конечно мы это было для нас естественно потому что мы занимались в прошлом да как бы да но лучшим прошлым и как бы отдавая дань ну вот это не с не такие слова действительно так есть потому что это же нас кормила честно говоря говорить грубо и поэтому мы все равно любили действительно любили трошина любили там кого еще там магома его да там да и воздавать кобзона просто от того что они дали нам возможность петь свое удовольствие и жить в свое удовольствие и соединять эти соединять материал да из него картинку картину важно что если бы просто песни пилит ну таки ну и перед а вы именно придумали свою из туда потому и прекрасно понимаю что еще же есть коллективная такая тут возникает вопрос никогда не хотелось тем более что коллектив менялся немножко до состав да да ну как кто-то уходил тут приходил по разным состоянием не хотелось в солист а я у меня же два альбома этих какого песен шансона это я знаю вот это вот вы так как бы параллельно же вас целая коллекция моя у меня была коллекция просто быстренько расскажу я решил значит эти песни записать так и получилось так что я записывал в особом там студии не своей то у известного михайлова такого михася тогда у него хорошая студия была и вот я там записал этот альбом и его директор там один из директоров говорит тимур давай мы будем заниматься шансоном смысл какой мне заниматься я могу как типа это как хобби мои ну да потому что у нас столько работы мы там уезжаем туда-сюда веры никогда и так далее некогда это целый жанр это жанр и потом тогда он не такой был этот башлевый как говорит ну в свое удовольствие там иногда выезжал крытый да вот нашу гавань такая программа два или три раза участвую с удовольствием потому что для это моего потому что нужно было песню сделать что она из народа же когда нет но там это просто мое как знаете когда говорят спой там песню там такую-то сейчас я буду петь а для меня вот петь шансон это просто удовольствие любую песню это моим как моя кровь финал апофеоз сегодня с уходом а маме конова который конечно безусловно был да это основывал да и ну как-то таким очень печально был уход вот ужас когда 2 такая история что как-то вот и стать той жизни что-то ты да такие к сожалению уходы постоянно происходит он яркий чек сейчас как вообще есть группа нет группы есть группа есть хотя сейчас просто тяжелый период как вообще в принципе для меня вот лично вообще тяжелый период пока его залегла группа нет мы работаем мы даем там допустим раньше выдавали до 30 концертов сейчас вообще никто так не дает конечно ну что-то какие-то сейчас мы даем ограниченное количество концерта мы еще выбираем сейчас куда идти потому что не нам не все равно где выступать и перед кем выступать это тоже ограничение определенные ну то есть работа и работа идет да и у нас есть два солиста которые к сожалению сейчас как вы правильно говорите люди должны работать в нескольких местах я вот сейчас очень много работаю в равенском нас может эти рожда у нас там гола голосок есть такой 5 уже было глазков где я работаю с этими и все мои становятся первыми местах стать и вот во всех там этих потому что у меня там в деревне находится дача рядом поэтому мне надо течь и работаете ну а люберцы для вас что люберцы это это второй мой родной город уж первый я родился же в осетии люберцы для меня родной дом правда потому что я же здесь в школе учился 1 вот все начиналось первое хочу первое нельзя абсолютно ну и завершая наш разговор пройден ты такой путь даже не спрашиваю если то о чем вы жалеете но если бы вот тот преподаватель не сказал папе который вас привел на скрипку что надо мальчика вести в школу на на тубу на тубу надо было да 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 чтобы как бы жизнь вы довольны всем знаете я абсолютно довольный человек потому что еще в четвертом пятом классе я еще думал как же можно каждый день просыпаться в семь идти на работу и каждый день приходить 6 не буду этим заниматься никак в жизни и все эти у меня такой души этим не занимался никогда то есть для меня был такой график свободный хотя очень тяжело и надо для артистов переезды в петропавловск качаться ужас и екатеринбург да потом еще тут же в сочи да и потом обратно но это другое совсем это как бы другая жизнь до романтика и так далее поэтому я доволен правда спасибо большое в вашем лице вам очень приятно было с вами побеседовать вы все понимаете все знаете вы такой тонкий ценитель это раз чувствую я конечно не доктор тем более ватсон но что-то мы немножечко имеют спасибо вам большое сегодня приду домой до чего домой машине сейчас включу вспомним было спасибо большое тимур михалыч миронов заслуженный артист россии кстати есть еще возможность как-то и постепенно и народного получить не знаю уже как время как карта ляжет солист шоу-группы доктор ватсон которая существует и работает получается с тысяча девятьсот восемьдесят пятого года до ужас 37 пом лет до 38 еще два года и 40 до сороковничек хочу пожелать всем здоровья и долгих лет творческой жизни всем спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и и и